Дебют состоялся. Рязань ВДВ провела свой первый матч в Женской Лиге Чемпионов. Учение – свет, а спорт – это жизнь. В Рязанском Педа-Университете состоялось открытие ежегодной спартакиады. Симбиоз Востока и Запада. Рязанские кикбоксеры показали суперкласс. Футболистки Рязани ВДВ дебютировали в Женской Лиге Чемпионов и свой первый матч провели весьма достойно. Ведь в гости к ним пожаловал многократный чемпион Швеции Русин Горд. В сопернице рязанским футболисткам достался шведский Русин Горд, в составе которого выступают титулованные представительницы шведского, немецкого и бразильского женского футбола. К тому же две недели назад гости обеспечили себе чемпионство национального шведского первенства, и теперь все силы явно сосредоточили на Лиге Чемпионов. В начале первого тайма на правах более титулованной команды шведки буквально прижали десантниц к своим воротам. Опасные моменты возникали один за другим, но забить, к счастью, не удалось. Далее рязанки сумели отодвинуть игру от своих ворот, но по-прежнему играли в основном на контратаках. В целом первый тайм получился ровным, разницу в классе между клубами удалось выровнять за счет самоотдачи и повышенной концентрации. В итоге после перерыва на табло горели достойные для Рязань БДВ нули. На стадион ЦСКА поддержать свою команду пришло около пяти тысяч болельщиков. Во втором тайме шведские футболистки действовали более осознанно и тактически грамотно. На 52-й минуте матча они заработали довольно спорный штрафной, и после навеса Катрина Шмидт головой отправила мяч в ворота рязанок. Удвоили счет шведки через 12 минут. При ошибке рязанских защитниц во время искусственного оффсайда 1 на 1 с галкипером вышла бразильянка Марта и не промахнулась. После этого шведки немного сбавили обороты, и рязанкам удалось провести несколько атак. После одной из таких атак за 15 минут до конца встречи наши футболистки заработали угловой. Последовал навес, и капитан команды Ксения Цибутович головой направила мяч в сетку ворот. Футболистки Рязань БДВ попробовали отыграться, пойдя большими силами вперед, но, к сожалению, за это поплатились. В дополнительное уже время свой гол забила немка Аня Митток. В итоге 3-1 в пользу Росенгарда. Конечно, мы предполагали с самого начала, что соперник очень серьезный, сильный и будет тяжело. Естественно, мы отдали инициативу, играли вторым номером, команду принимали на своей половине поля и надеялись на быстрые и хорошие контратаки. Но что-то получалось, что-то нет. Что-то получалось, что-то нет, забили гол, команда стала играть более агрессивно, пошли ва-банк, можно так сказать. Я пошла играть в нападение, и как бы за это, можно сказать, поплатились. На последних минутах пропустили гол. Ну, будем делать выводы, будем разбирать свои ошибки. По всей видимости, ответный матч превратится в формальность. Петризанским футболисткам, чтобы пройти в 1-8 финал Женской Лиги Чемпионов, теперь необходимо обыгрывать шведок с разницей в 3 гола. Сделать это, конечно, можно, но весьма трудно. Заниматься спортом и вести здоровый образ жизни в наше время модно. И, пожалуй, это именно та мода, следовать которой нужно всем и всегда. Студенты педуниверситета ежегодно демонстрируют силу, выносливость, ловкость, меткость, проникаются командным духом и покоряют спортивные вершины. На днях в университете прошло открытие очередной спартакиады. Учиться, 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 как завещал великий Ленин, что может быть лучше и полезнее в жизни. Вопрос в том, как сохранить здоровое тело и здоровый дух, разгрызая гранит науки. У студентов РГУ имени Сергея Есенина проблем с физической формой, судя по всему, быть не должно, ведь спор здесь далеко не на последнем месте. Сегодня в физкультурно-оздоровительном комплексе РГУ имени Есенина состоялось открытие студенческой спартакиады. Это традиционное мероприятие, проходящее в течение учебного года по 12 спортивным дисциплинам. Старт нового сезона был дан на торжественной церемонии открытия спартакиады. Спартакиада Рязанского государственного университета проходит уже с 81-го года. И ежегодно все наши студенты участвуют в этой спартакиаде. Ежегодно мы минимум по 10 видам спорта проходят. В этом году мы по 12 видам спорта эта спартакиада будет проходить. Проходит в течение всего учебного года. В июне проходит закрытие этой спартакиады. И, конечно же, мы в первую очередь рассчитываем на то, что ребята будут активно в ней участвовать и отдавать дань здоровому образу жизни. На сегодняшний день это очень важно. Ну а что касается самих участников открывшейся спартакиады, спорт для них – жизнь. И даже несмотря на то, что главное в любых соревнованиях не победа, а участие – побеждать готовы. Какой факультет? Факультет журналистики. И какие планы на эту спартакиаду? Выиграть все, что можно, как всегда. А что для этого нужно, как считаете? Что нужно? Ну, мне кажется, целеустремленность и команда, главная команда. А какие у тебя планы на эту спартакиаду? Поддерживать, прежде всего, свой юридический факультет и ходить на остальные игры, смотреть, поддерживать, в принципе, все факультеты. Как считаешь, что главное для того, чтобы побеждать? Какие качества личные, например? Прежде всего, терпение, достижение какой-либо цели. Прежде всего, поставить перед собой цель. Если будет цель, то будет результат. Так как я уже 4 года играю за университетскую сборную в баскетбол, и ни одной спартакиады мы еще не проигрывали. Так что у нас большой план на нашу спартакиаду, так как мы получили новую поддержку. То есть мы снова будем представлять наш вуз на первенстве города. Также у нас новый тренер, который нас будет также поддерживать. Так что мы настроены серьезно и только на победу. А что нужно? Какие качества личные, чтобы побеждать? Как считаешь? Упорство и трудолюбие, потому что постоянно нужно тренироваться, совершенствоваться. И, конечно, слажена игра нашей команды и слаженность с тренером. Так что я думаю, у нас все в этом году получится. В одной из наших прошлых программ мы рассказывали о вернувшихся с юниорского первенства мира рязанских кикбоксерах. Выступила наша команда в итальянском ремине весьма достойно. Практически все участники вернулись наградами, подтвердив высокий класс рязанской школы кикбоксинга. Рязанские кикбоксеры из спортшколы «Золотые купола» на первенстве мира в Италии завоевали 6 медалей. 2 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую награду. В этом турнире участвовали более полутора тысяч спортсменов из 56 стран мира. Победителем среди юношей в категории 45 килограммов стал Илья Коновеев. Илья занимается кикбоксингом уже около 4 лет и за это время стал победителем и призером многих всероссийских и международных турниров. Я занимаюсь четвертый год кикбоксингом. Рассказал мне про кикбоксинг мой отец и привел меня сюда. И вот с тех пор я тренируюсь в затых в полах. Ну и чем нравится тебе кикбоксинг? Ну, кикбоксинг нравится тем, что, ну, своей вот работой, тем, что я могу ходить на тренировки 6 раз в неделю и регулярно тренироваться, набираться опыта. Ну, то есть вот ты связываешь как бы свою жизнь вот со спортивной составляющей или вот как бы для себя занимаешься вот ради чего ты вот это делаешь? Нет, я связываюсь со спортивной деятельностью. Я хочу связать свою жизнь со спортом, с кикбоксингом. Любовь Сосенкова также стала победителем первенства мира. Любовь пришла на секцию поначалу для обучения приема самообороны, но затем стала заниматься кикбоксингом, пошли и результаты. Я думаю, что девушки обязаны идти в спорт, потому что привлекает внимание к этому виду спорта. Потому что вот кикбоксинг, когда только начинал развиваться в Рязани, то есть в нем вообще спортсменов было очень мало. И после того, как туда пришли девушки, вот идет по улице девушка в костюме, там, сборная команды России по кикбоксингу, к ней все подходят и спрашивают, как, что, как. И идут, ну, благодаря этому примеру, идут вниматься кикбоксингам. Тренируется команда рязанских кикбоксеров в спортшколе «Золотые купола» под руководством заслуженного тренера России Юрия Михайловича Храмова. Безусловно, выступление было отличное по причине того, что впервые в истории рязанского именно кикбоксинга у нас Любовь Сынкова выиграла первенство мира в Италии. Годом ранее Даша Мерлина у нас выиграла первенство Европы. К сожалению, на мире она стала только пятой. И у нас в активе «Золотых куполов» это два золота, три серебра и бронза, плюс пятое место Даши Мерлины. Поэтому это несомненный успех. Кикбоксинг относится к сравнительно молодым видам боевых искусств. Его зарождение произошло практически одновременно в разных концах света. В Японии, странах Западной Европы и в США примерно в конце 60-х годов 20-го века. Кикбоксинг сочетает техники восточных единоборств и классического английского бокса. Немного позже в кикбоксинг были добавлены элементы техники из тайского бокса и тэквондо. У истоков зарождения кикбоксинга на Рязанской земле стоял Юрий Михайлович Храмов. Причем, как говорит заслуженный тренер России, с самого начала, то есть в конце 80-х, начале 90-х годов, рязанским спортсменам удавалось завоевывать награды на всероссийских турнирах. Андрей Чурилов в 93-м году стал нашим первым рязанским чемпионом мира в Будапеште. Сергей Канунников, Дмитрий Яковлев, то есть там целая плеяда спортсменов была. Потом был у нас небольшой спад или перерыв, можно как угодно сказать. И второе рождение или возрождение произошло в 2006 году, в общем-то, когда мы пришли в «Золотые купола» и имея такую отличную материально-техническую базу, соответственно, тут же мы взлетели вверх на очень много и заняли лидирующие позиции именно и в российском, и на международном уровне по кикбоксингу. В общем-то, нынешним молодым кикбоксерам есть на кого равняться. Вписали свои имена в историю кикбоксинга такие спортсмены, как чемпион России среди профессионалов Ярослав Безрядин, интерконтинентальный чемпион среди профессионалов по версии W5 Максим Шальнев, ну и, конечно, трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Алексей Токарев. У нас сейчас очень, не то что хороший, отличный тренерский штаб. У нас три заслуженных тренера России. Я, Алексей Зинсков, Михаил Максимов, братья Безрядины, Шальнев Максим, Анатолий Назаренко. То есть мы работаем все вместе, и с учетом, что мы имеем хороший тренерский состав, у нас ребята, соответственно, там правильно готовятся, и с научной точки зрения, учитывая всю подготовку сложенную. Поэтому и результаты, соответственно, показываем высокого класса. Заниматься кикбоксингом, как говорят тренеры, можно уже с раннего возраста. В секции на золотых куполах осваивают технику и совсем еще юные спортсмены. Молодежи, которые сейчас занимаются, есть на кого равняться. То есть у нас, опять же, ребята, сейчас новая волна спортсменов, в основном это юниоры, младшие юниоры, которые показывают высокие результаты. Вот скажем, в этом году по итогам двух чемпионатов России, вот по лоу-кик и К1, это разделы такие самые жесткие, наши юниоры, младшие юниоры, у нас 9 человек сборной России. То есть мы вошли в эту обойму. Между прочим, по мнению специалистов и тренеров, регулярные занятия кикбоксингом помогают гармонично развить мускулатуру и функциональные возможности всего организма. Если мы говорим о тренировке кикбоксинга, то на тренировке, допустим, тренер по заданию может дать такое задание, в котором одни группы мышц работают, другие отдыхают. То есть мы можем варьировать работу различных групп мышц. Но если мы говорим о кикбоксинге, как о спарринге, допустим, либо о том, когда спортсмен ведет бой в ринге, то там у нас работают все мышцы, все тело. Человек передвигается, работает руками, ногами. То есть ни одна мышца не отдыхает. Плюс еще хорошо развивает головной мозг, так как ты учишься моделировать ситуации, учишься работать в разных ситуациях. Тебе нужно быстро за короткий промежуток времени, допустим, смоделировать какой-либо момент, какую-либо ситуацию. Сейчас кикбоксинг признан Олимпийским комитетом как вид спорта. Однако, как говорят тренеры, он вряд ли когда-нибудь пойдет в программу основных игр. Несмотря на это, кикбоксинг всегда будет оставаться зрелищным, популярным и даже массовым видом спорта. И на этом на сегодня все. Будьте спортивными, здоровыми и пусть всегда у вас открывается второе дыхание. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА